40 сегодня опять ну во-первых всем доброе утро всех рад видеть хорошего настроения вам выхожу в эфиры в инстаграм лишь для того чтобы не забывали о том что у меня есть youtube канал который тоже скором времени опять я буду оттуда вещать поедем домой влад ась что значит асила ты прислал мне ась и улыбочку что то что это значит а а это типа это поняла понял когда из отпуска возвращаешься были я уже вернулся бы сегодня буду еще новости писать нормальные прикольная придумал локацию новая мы запишем сегодня дома новости запишем дома новости как невзоровские среды кресло поставлю камина и сегодня попытаюсь записать их но не попытаюсь я прям сделаю это без мата без использования матерных слов вы не думали бросить курить додумал чё нет думал конечно думал постоянно об этом думаю но ну чуть как-то анна андреева пошли на свидание пошли анют я степь детка вчера помпашу привет краса 2 2 на точечку кузьмина привет же привет поэтому смотрите сегодня будет 26 выпуск уже представляете охренеть просто 26 выпуск нормальных новостей у меня уже выходит 4 выпуска в неделю больше полугода 7 месяцев снимаю в месяц 4 выпуска делаем и нахуй никому это не нужно вот и верите вот этим знаете вот есть присказка такая поговорочка есть о том что если ты будешь постоянно заниматься одним и тем же делом то он обязательно принесет результаты плоды какие-то я не сколько нужно нужно десять лет потратить на это не понимаю дагестане тоже приходит привет и привет . не знаю сколько тебе нужно снимать 27 выпусков вышло сколько скажите мне скажи мне мама сколько стоит моя жизнь же пред хорошего дня спасибо реально вот я вот понимаю что это вообще никого не нужно кроме меня но она она принципе так работает ты когда что-то делаешь ты делаешь первую очередь для себя вот и для людей как ты не знаю как ты стараешься продакшен целый штат сотрудников оборудования хорошие меняешь локации меняешь подачу ну я знаю в чем загвоздка мне сегодня мама сказала и рима вот если если сел разговаривать вам скажи просто ну на месте топчусь ну что это такое ну нет просмотров не смотрят люди не интересны она как же не интересно просто у тебя новости не актуальны в этом-то и причина то есть людям нужно здесь и сейчас знаете срочные новости срочный выпуск тогда люди будут смотреть от игорь делаешь новости которые там собраны за неделю ну то есть ты думаешь она мне говорит ты думаешь у людей что интернета нет ну то есть они включают твои новости они смотрят когда прикольно кузина любим да прикольная подачу но эти новости все слышали уже потому что эта новость была неделю назад актуально а ты сейчас они рассказывают ну то есть поэтому поэтому и нет такого ажиотажа ну а что части она права да это не актуальность да да это как бы чек включает же как все классно но я это неделю назад уже знала до новости то понятно что интересные новости я про другое говорю просмотров нет не смотрят люди не хотят смотреть видели тоже а каждый день выпускать новости просто нет на это силы есть на этом силы есть но антона с у него же сплетни мои золотые антон с обсуждает звезд знаменитости сплетни у меня чуть другая история у меня же там и политика у меня и такие мировые новости поэтому мы абсолютно ну у него чуть другая стезя опускаются ли руки нет руки не опускаются буду работать ну значит будем ничего страшного топчемся на месте ну когда-то наверное это каждый я бы каждый выпускал бы новости вот реально с утра просыпался бы и выпускал бы новости к вечеру уже бы там с монтажом но это очень затратно нет просто денег это же нужно платить монтажеру это нужно платить людям которые занимаются превьюшкой не знаем уж самому научиться как-то наверное буду сейчас преду москву буду сам учиться монтажу буду сам это делать привет из кыргызстана привет огромный братишка да дэнчик короче вот так если двух словах ну не все сразу стреляет тема нужно искать свою ну вот мне нравится мне нравится это как те макс комикадзе да нормально максик нормально с ним знакомы хорош пацан да в москву блять я бы уже уехал бонус в точку в одно место долбим 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 узнает может пробьем когда-нибудь пусте надо что-то менять конечно нужно что-то менять поэтому я с вами разговаривал да у меня есть телеграм-канал поэтому я с вами до я веду мероприятия поэтому с вами разговариваю делюсь может быть у кого-то свежий взгляд на все происходящее кто-то даст совет очень правильный очень правильный совет что мне нужно изменить я кстати всегда за конструктивную критику если у вас есть какое-то мнение по поводу моих новостей или то в чем я был бы хорош именно на ютюбе именно какая-то может быть авторская вы подсказывайте я с большим удовольствием буду принимать позитивного больше слушайте но я и так мои новости которые у меня собирают я так как пытаюсь позитивный лад выкрутить понимаете ну я же если вы посмотрите вы поймете что это мне на серьезных щах сижу то есть я пытаюсь там шутить как-то интересно там что-то вытаскивать из даже из какой-то очень серьезной темы да праздном пробую 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 а у тебя есть очень хороший а так очень хорошо получается да я понимаю кузин когда созвонимся на риман да созвонимся брат мой что у тебя за рожа ублюдская пропивши как 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 пропив пропивши к какого-то не знаю ну такое лицо не могу ответить тебе такой вот лицом шутить у вас получит не знаю мне сусом сухой твои эфиры вакуум до жарко я думаю еще очень жарко и если серьезно отвечать на этот вопрос я же вижу все привет братьев здорово да то здравствуй дорогой здравствуй если отвечать серьезно на ваш вопрос по поводу моего лица пропившего то я могу сказать что когда 40 градусная жара и большое количество влаги и она никуда как ты бро как положение брат положение слава богу стоит хотя сейчас сидим ровненько родной мы нет девушки у меня нет при это сказать там привет привет дэн где дэн чуть позже приедет после работ ну и плюс поправился я живу родители поэтому она на другое наложилось пойду пивка налью себе вы не против в такую жару так пива хочется подождите секундочку пока пообщайтесь сейчас ознакомость беременовая 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Короче, учу вас наливать пиво, смотрите. Сейчас покажу. Очень многие люди стараются наливать пиво на бок стакана, то есть выливают, да, чтобы не было пены. Так нельзя делать. Вот эта вся пена, когда вы наливаете на бок стакана, пены нет, пиво одно, но эта пена, она потом поднимается в вашем желудке. Поэтому правильно наливать вот так вот пиво, чтобы была пена, и, соответственно, вы лишаете свой желудок вот этого дерьма, который сверху накапливается. Привет, Жень. Привет, Ламочка. Привет, дорогая. А что, пиво холодное? Мне кажется, самое то. Ребята, за тех, кто сейчас находится в офисе, за тех, кто работает, за тех, кто живет как... Как может, на самом деле. Мы живем в такое время, удивительно, что по большей степени мы живем с приставкой «вы». Выживаем. Ну, а что делать? Рождаемся рабами, умираем рабами. Мы не рабы. Рабы не мы. Сука. Че, терпения вам. Скорейшего окончания рабочего дня, недели. Хорошего отдыха. За вас. Это не сарказм. Я, правда, желаю вам всем выбраться из коконов. Превратиться в бабочек. И лететь. И быть подталкиваемым ветром. Давайте, за вас мы золотые. Кто работает сейчас? Не пиво, моча какая-то, поэтому особо не расстраивайтесь. Поэтому пена быстро сошла. Жень, ты зарабатываешь вообще со свежего блока? Не понял. Только YouTube рассматриваешь. Реакция на Twitch. Допустим, на Twitch. У меня уже есть Twitch. Но чтобы прийти туда, мне нужно до конца изучить правила, потому что там очень все серьезно на Twitch. А я человек, который употребляю в БАЛЬНОГО. Расстреливает сразу без китайских предупреждений. Посмотрим. Вообще хочу убрать мат из своего лютикона.